Приветствую вас на канале Мастер Гон. Дорогие мои, это видео для того, чтобы вы смогли улучшить свои отношения со своими драгоценными детьми. Поменьше тратили своей драгоценной энергии, а получали больше любви, больше помощи, больше понимания от детей. Для тех, кто не может смотреть длинные глубокие видео, а безглубины мы эту тему с вами не вскроем, вот для тех зрителей, которые торопятся, пожалуйста, вот сейчас в верхнем углу этого видео, видите, ссылку на короткие ролики канала. На канале много одноминутных роликов, смотрите их, торопитесь, смотрите. А нам дайте поговорить с теми зрителями, кто понимает, что такое глубина, готов работать на глубине и менять свою жизнь с глубины, а не со скорости и не сложной скорости. Спасибо за понимание. Итак, основная идея видео в чем? В том, что не делайте детей смыслом своей жизни и не требуйте от них понимания этого и того же. Вот пример вам. Вы узнаете, да, вот это выражение прекрасное. Дети – цветы жизни. Вот пройдите мимо подъездов многоквартирных домов в своем городе, да, и вот вы увидите, что, ну, есть такие жители, да, вот на первом этаже живущие, под окнами которых разбит потрясающий цветник. Есть такие вот, да, вот. Мы идем, думаем, господи, вот живет человек, вот слава ему, вот, такой цветник разбил, такая красота. Улучшается, да, и на сердце, и на строение. А теперь представьте себе, что этот человек, который разбил этот цветник, сделал вот этот цветник и эти цветы смыслом всей своей жизни. Вот к чему это приведет? К тому, что он спать не будет. Он будет только бдеть над своими цветами. Там, не дай бог, кто-то там шагнет, или ребенок, да, забежит, или собачка, да, там, забежит в эти цветы. Вот, или кто-то, не дай бог, сорвет. И вот, человек изведет себя и людей, потому что, и это объяснимо, потому что это единственный смысл жизни. Понятна аналогия? Вот так же и с детьми. А теперь другие кейсы в этой теме, они очень важны, потому что через кейсы мы сейчас что-то увидим. Вот смотрите, есть такой еще биологический смысл, да, вот. А в чем биологический смысл? В том, чтобы рожать, теперь смотрите, не ребенка, а рожать, способное рожать дальше. Почувствуйте вот это, вот это очень важно. Рожать, ты рожаешь, способное рожать дальше. Это циркуляция биологической жизни. Чему мы еще учимся, рожая детей? Мы учимся заботиться, верно же? Вот пока ребенка нет, да, вот, грудничка, и потом дальше, да, мы вообще не понимаем, может быть, что такое забота. Мы первый раз, да, вот осознаем, что такое забота, когда вот он с нами 24 на 7, да. И, смотрите, никакая забота не работает без любви, правильно? Вот к мамам, да, я там прощаюсь. Вот же свихниваешься, да, без любви, если... И вот мы учимся любить 24 на 7. И вот разве эти технологии заботятся 24 на 7 и любить 24 на 7 не стоит того, чтобы ими овладеть, чтобы принять их в свою жизнь? Разве не стоит того, чтобы учиться или научиться передавать свою энергию 24 на 7? Или учиться радоваться успехам своего малыша? Видите, нам очень трудно, всем трудно радоваться успехами другого человека. Но, смотрите, успехами своего малыша мы готовы радоваться бесконечно, рассказывать о них, верно же? Разве это не технология? Разве не мы не обогащаем свою жизнь вот этим? И, смотрите, мы не только продолжаем биологический круг жизни, да, мы не только развиваем в себе вот эти лучшие качества, да, мы еще делаем очень много того, что вот хотелось бы сейчас сказать, вот. Но, во-первых, не хочется перегрузить видео, вы и сами это можете все найти. А, во-вторых, вот любой список, который я сейчас дам, да, он будет неполный. Вот обязательно, да, будет такое, что человек скажет, а вот еще дети вот это дают, вот это, вот это. И я, пока они не родились, вот критерий, да, пока они не родились, я этого не знал, не осознавал, да, не верил, что такое бывает, верно же? Вот смотрите, как дети много дают, так? Даже без того, чтобы сделать все вот это, перечисленное мною, смыслом или единственным смыслом всего этого. И вот это очень важно понять. Я записал два видео, а второе из них вот тоже сейчас вы видите в уголке, вот ссылочка там, да, вот видите, если оно еще не вышло, то на него можно выходить как, ну, на премьеру и подписаться, и прийти, посмотреть. А если оно уже вышло, то на него тоже можно переходить, это, вот я два видео записал, потому что они фактически про одно и то же, но с разным акцентом на вот этой, вот этой проблематике. Второе видео я назвал, почему дети становятся неблагодарными, а родители от этого болеют. Согласитесь, это важный срез от этой проблемы. Вот сегодня в этом видео мы с вами пытаемся, вот смотрите, в чем задача этого видео? Понять вот это смысловое поле. Это очень высоко. Если человек вообще в своих рефлексиях, в своих исследованиях своей жизни, в своих раздумьях доходит до смыслового поля, это далеко. Дальше, смотрите, нужно только не включать как бы стиральную машинку, чтобы одно и то же не прокручивать. Но, смотрите, смысл жизни, смысл жизни, это то, что дети, кстати, начинают осознавать очень рано. И очень многие детские проблемы, очень многие проблематики и конфликты со сверстниками, с родителями, происходит из того, что ребенок не чувствует смысла жизни. А теперь представьте себе, как он может его чувствовать так, если родители его не чувствуют. Или, например, если родители чувствуют, что весь смысл его существования, это вот в этом ребенке. Ребенок не готов принять такой смысл. А потому что это другая тяжесть, вот такой тяжести, такой ответственности ребенок принять не готов. Он еще мал, он еще юн, он еще слишком, да? А во-вторых, это неверный смысл. Ребенок не готов. Видите, дети очень, как я уже говорил в прошлых видео, чутки к правде и к лжи. Очень чутки. Если вы искажаете смыслы или еще навязываете искажение смыслов. Ну хорошо, объединюсь с вами. Если мы искажаем и навязываемся, то дети моментально это чувствуют. Моментально. Их психика дает слом. Она еще не готова к таким испытаниям. Правильная мысль? Интересная? Движемся дальше. Вывод какой из этой мысли? Что, наделяя детей высшим смыслом своего существования, своей жизни, мы ставим их в позицию, которую они принять не могут. И этим что? Этим мы их ломаем. Вторая мысль. А немножко в отрыв, но она очень важная. Она связана уже с тем, как мы этот смысл обставляем. Мы не должны вращаться вокруг своих детей. Это дети должны вращаться вокруг нас. И это тоже просмысловое поле. Понимаете? Если весь смысл в ребенке, то мы вращаемся вокруг него, потому что нам больше не... Да? У нас больше нету оси. Это единственная ось. Мироздание нашего. Мы вокруг нее вращаемся. Каким это вы... Что это сделает с ребенком? Каким он от этого вырастет? Достройте сами. Либо поговорим об этом во втором видео. А если мы строим так свою жизнь... Это не уменьшает нашу любовь, нашу заботу, нашу ответственность. Мы строим так, чтобы ребенок вращался вокруг нас и наших смыслов. Вот это все выстраивает на ту основу, на которой это и должно быть выстроено. И еще очень важная мысль про смысл. Если уж мы об этом говорим. Смотрите, смысл... Вот люди... Опять же, проведите эксперимент. Посмотрите людей. Или по одному их выбираете из своей жизни. Сажайте, спрашивайте про смысл. Большинство людей, вы это почувствуете, будут уже изначально отвечать вам про то, что смысл жизни они знают так, либо они его не знают. Теперь вот смотрите, мысль вот какая, она очень важная, что смысл жизни не надо знать. Не знать, а искать. Это так же как правильный шаг в хайбе против артроза, в тех роликах, которые посвящены артрозу коленного сустава на нашем канале. Правильный шаг надо не знать, а нужно искать в каждом шаге. Понимаете эту аналогию? Знать и искать. Это две разные, эволюционно разные программы. Знать – это программа ниже по эволюции. Искать – значительно выше. На космос выше. А может быть и на несколько космосов выше. И на эти поиски может уйти жизнь. И это не является страшным. Это означает, что ты жил эту жизнью на два космоса выше. Ничего в этом нет страшного, кроме того, что ты просто получишь другие знания, другие возможности и другой мозг. И даже тело будет другим. В принципе, жизнь для этого и нужна. И, кстати, возможно, в этом и есть ее смысл. Друзья, с вами был Мастер Го. Пожалуйста, не пожалейте лайка на это видео. Это привлечет наших зрителей, наших драгоценных подписчиков, которые жалуются, что просто они видео не увидели в оповещениях. Поставите лайк – увидят. И это позволит нам больше людей на Земле сделать осмысленными и, возможно, даже счастливыми. Субтитры создавал DimaTorzok